Добрый вечер, уважаемые телезрители телеканала БТВ. В эфире передача «Диалог» и сегодня мы будем обсуждать события, которые происходили в муниципальном совете. И вот мне сегодня поможет наш гость Николай Григоришин, бывший исполняющий обязанности мэра Бельц. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер, Дарья. Сегодня мы посвятим наш выпуск только тому, что происходило в совете. И чтобы нашим телезрителям было понятнее, я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги, и потом вернуться к обсуждению этой темы. Кандидат в мэры Бельц от партии социалистов Александр Усатый на муниципальном совете в четверг проголосовал вместе с демократами за снятие Елены Грицко с поста председателя заседания. Вместе с демократами социалист одобрил и новую кандидатуру в лице бывшего директора ЖКХ Андрея Черного. Фракция нашей партии в знак протеста покинула зал заседания. Заседание муниципального совета длилось более пяти часов. Оно было эмоциональным и насыщенным. Перерыв объявлялся несколько раз по просьбе демократов. Апогеем стало предложение демократов снять с должности председателя Елену Грицко и за ее нежелание заново включать в повестку дня вопросы, уже ранее проголосованные советниками от нашей партии. Демократы, в частности, хотели переголосовать вопрос о законности назначения вице-примаров Николая Григоришина и Геннадия Шмульского. В итоге Грицко они сняли и назначили Андрея Черного. В обоих случаях это произошло при поддержке Александра Усатого. Грицко. Господин Дицу приглашил избрать нового председательщего, ученого Андрея. Кто за данное предложение? Кто за? Представители нашей партии охарактеризовали произошедшее как рейдерский захват и покинули заседание. В зале констатировали отсутствие акворума и демократы объявили перерыв на поиски не хватавших голосов. Александр Усатый попытался уйти во время перерыва, сославшись на запланированные встречи с избирателями, но в итоге встречи перенес и остался, чтобы дальше создавать демпартии необходимое большинство. Продолжение следует... Позднее они все же так и не смогли отстранить Шмульского и Григоришина. К слову, он сейчас не исполняет обязанности, потому что является официальным кандидатом в примары. Довести захват власти в городе до финала демократам помешало здоровье третьего вице-примара Лилии Савы. После всего, что происходило в совете, ее отвезли оттуда на машине скорой помощи. Таким образом, если бы двух вице-примаров отстранили, пока третий находится в больнице, город остался бы вообще без руководства. Отметим, что все произошедшее предсказывали Николай Григоришин и Елена Гриско еще две недели назад. Они также отметили, что новой фракции удалось собрать большинство в совете путем шантажа, которому подверглись советники от нашей партии. В частности, на прошлой неделе была госпитализирована советник нашей партии Галина Чайковская. По словам Гриско, ее заставили написать заявление о выходе из фракции. Ранее еще ряд советников по той же схеме заставили покинуть оппозиционное политформирование Рената Усатова. Сам Рената Усатый еще до начала предвыборной кампании заявлял о сговоре между социалистами и демократами, а также о дележе между ними Кишинева и Бельц. В Кишиневе социалисты сливают выборы в пользу Сильвии Раду, а в Бельцах демократы при помощи админресурса помогают победить социалисту Александру Усатому, который до 2015 года был вице-примаром, рассказал лидер нашей партии. В связи с событиями в муниципальном совете наша партия в очередной раз обращает внимание общественности и международных структур на бандитские методы захвата власти со стороны ДПМ на самых разных уровнях. Так было в Народном собрании Гагаузии. Теперь то же самое произошло в Бельцах. А к концу года данный сценарий повторится в новом составе парламента, который будет избран по смешанной системе Плохотнюка-Додона. Печально, что осуществляют действия, немыслимые в правовом государстве, где партии повсеместно помогает так называемая пророссийская оппозиция в виде партии социалистов, говорят представители политформирования Рената Усатова. Представители социалистов, к сожалению, взамен на формальные должности в иерархии режима олигарха Владимира Плохотнюка повсеместно обеспечивают группировке ДПМ фактическую поддержку, предпочитая театрально возмущаться в сторонке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Уважаемые телезрители, мы вернулись в студию и сегодня мы говорим о том, что происходило на муниципальном совете. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, сколько сегодня было советников? Тридцать человек. То есть две недели, когда они могли собрать кворуму, сегодня целых тридцать у всех получилось прийти. Вы знаете, для меня тоже было странно. Я сегодня был в качестве гостя на муниципальном совете и наблюдал, я сел в кресло, наблюдал со стороны, как вдруг три года сидевшие люди в муниципальном совете, ничего из себя не представляя, никаких инициатив, никак не участия в жизни города. Тут сегодня собрались большинство из них в муниципальном совете, там было наших советников фракции, наша партия, 12 человек. А остальные это те люди, которые перебежали, не знаю, как их называть, предателями, перебежчиками, политическими туристами. Это Дмитрий Посад, который себя строит, что он у нас какой-то великий эксперт в экономике. Елена Рыбак, которая себя строит, что она у нас искусствовед, и ей можно или нужно заниматься молодежью в Демпартии, как она себя это видит. Ей пообещали, скорее всего, что сегодня, кстати, там, кажется, отдали дела в суд, когда ее бабушка была замечена в хищении более трех миллионов лей, и сегодня это передано дело уже в суд. Но ей пообещали, что закроют это дело, если она перейдет в эту фракцию, в Демпартии фракцию за развитие Бельц. Также вы сегодня наблюдали непонятного советника, которому вернули якобы контрабандный товар, что завезли в размере 40 коробок. Кептенарь Владимир, не знаю, он еще вроде бы тренер по футболу является, а детей, чем он может научить детей, если человек не имеет ни совести, ни порядочности, так как и его сосед. Я сегодня их увидел, полностью, конечно, был ошеломлен, или Андрей Черный там сегодня тоже был. Вот, кстати, по поводу него. Андрей Черный, он является советником, но его очень давно не было видно. Давайте вернемся немножко назад. Сколько времени его не было? Да, практически все времени его не было. Он два года точно отсутствовал, потому что он бойкотировал данные муниципальные советы. Но сегодня, видать, его заставили приехать, или что произошло, я не знаю. Я знаю, что у него бизнес находится в Украине, он работает в Украине. Что произошло, не знаю. Он сегодня был на муниципальном совете. Но это радует, наверное, что их объединяет что-то общее, демократическая партия. И это, наверное, красиво на то, что там оказались муниципальные советники, которые были во фракции нашей партии, которые пришли по спискам нашей партии. То есть, Рената Усатова, он их привел, будем так говорить, в муниципальный совет, потому что никто их не знал, этих людей. И, наверное, уже и знать никто не будет. Это будет, скорее всего, уже история. Просто потом останется только тот осадок, что им люди, их ученики будут смотреть в глаза и всегда потыкать в спину, что это те предатели, которые предали своего лидера, предали своих коллег по фракции. Вы с ними, наверное, наблюдали, как крик души был у Игоря Бынзаря, когда он говорил, что вы делаете. Ну, что можно сказать, что они делали? Сегодня был типичный захват муниципального совета. По-другому я это назвать не могу. Это захват власти, это переворот в муниципальном совете, когда незаконно отстраняют председателя, который ведет данное заседание, Елену Грицко, вынося вопрос на голосование не секретарем, не председателем, а господином Гитсу, который три года сидел в европейской фракции, ничего, никуда не двигаясь. Ну, тут понятно, он работает у господина Повонского, и как Повонский скажет, так и будет делать. Вы с ними же видели, когда было даже это голосование, господин Повонский, Бучацкий, Ордан встали и начали считать тех муниципальных советников, кто голосует за отстранение Елены Грицко от председателя. Они получили социальную инициативу на себя. Ну, я бы не сказал, что это инициатива, это чистый захват. Это захват, давайте называть своими именами все вещи. Узурпация власти, хотите, это научный термин. А у нас в народе говорят просто захват, переворот, и люди, которые их поддержали, ну, пускай их знают все горожане в лицо, какие у нас они герои. Мы, к сожалению, сейчас должны прерваться на рекламу. Уважаемые телезрители, несколько минут, и оставайтесь с нами, и скоро мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Уважаемые телезрители, мы вернулись обратно в студию. Сегодня вместе с Николаем Григоришиным мы обсуждаем то, что происходило сегодня в муниципальном совете. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, сегодня был очень долгий муниципальный совет, он длился более пяти часов, и очень часто просили перерыв. И эта инициатива шла от фракции демократов. Зачем так часто перерыв? Потому что создается впечатление, что они не могли принять решение, и нужно было с кем-то посоветоваться. Ну, если вы заметили, я наблюдал это в зале, господин Повонский с кем-то постоянно вел дискуссии по телефону, ему давали консультации. Потом они сегодня брали очень много пауз перерыва муниципального совета, перерыва, так будем говорить, и всей демократической фракции, за развитие Бельц фракции, европейской фракции, уходили на консультации, потому что не знали, как принять, или как им должны были, их ребята, которые их курируют, должны были дать, какие указания. Вот они заходили в заблуждение, выходили на перерыв, им давали указания, они возвращались обратно в зал заседания, и уже там продвигали тот или иной вопрос своим большинством. Что произошло? Ну, на последнем перерыве, насколько мне было видно, у них не было большинства. Не было большинства. Люди, которые ушли с муниципального совета, я не знаю, по личным делам, на работу ушли, они объявили последний перерыв, и так смешно стало, что Александр Федорович усатый, говорит, мне надо уходить на встречу, ему говорят, нет, стой, ну, это есть в вашем сюжете, просто ваши операторы, наверное, не выключили камеры и звук, и это так было все явно видно и слышно, когда ему говорят, нет, стой здесь, сейчас приедет Сергей Балан, Борис Маркович, и будет нас большинство, и мы проголосуем, и когда я уже увидел в зале заседания, приехал Сергей Балан и Борис Маркович, ну, мне, конечно, неприятно за Бориса Марковича, он независимый человек, но, ну, скорее всего, он бизнесмен, и тоже кто-то стоит и направляет. Ну, Сергей Балан, понятно, они держат в заложниках его маму, эти точки на рынке с обувью, все обещают, что вернут, закроют дела, и как бы к этому парню у нас претензии, у меня, как у бывшего коллеги, к нему нету, а усатый Александр Федорович, ну, что удивляться, он вернулся в свою команду, в команду до 2015 года, когда он руководил этим городом, будучи вице-примарем и вместе с господином Маху, тогда же не руководил городом примарь Василий Тарасович Панчук, они вот тогда, он выиграл выборы, отстранили, потом он ушел в отпуск, ушел на больничном, потом ушел в парламент, и все руководили городом весь этот период, это усатый Александр Федорович и Октавян Маху, и сегодня он вернулся просто к своим обратно, Повонский, Ордан, Бучацкий, все его коллеги, вот он сегодня уже и поддержал их, сегодня если бы он проявил мужество, усатый Александр Федорович, он бы вышел в заседание, я не знаю под каким предлогом, и у них не было бы большинства, сегодня в принципе он и сделал этот переворот, его решающий голос, он проголосовал вместе с ними, с этой фракцией, тем самым он себе, ну подписал себя под демократами, полностью что он с демократами, со своей командой, все теперь стало очевидным и ясным. Ну, я помню прошлую неделю, когда эта фракция собиралась отдельно, Александр Усатый, который социалист, он говорил о том, что это все неправда, что это все провокация, и даже вот приглашал вас, но сегодняшнее событие показало, что все как раз наоборот, и что показало, в какой команде на самом деле он состоит. Я хотела еще спросить другую вещь, сегодня представители вот этой фракции демократов, они не раз вызывали к секретарю совета Ирине Сердюк, чтобы она поставила на голосование вопрос о снятии председателя. Она этого не хотела делать, но в итоге получилось так, что предлагали господин Гитсу, господин Повонский, господин Иордан, почему так получилось, что по регламенту должен это инициировать секретарь, а они в итоге сделали это все сами? Дарья, сегодня в Бельцах, повторюсь, в Бельцах произошел захват муниципального совета. В нем участвовали бывшие коммунисты, которые перешли в демократы, бывшие коллеги по фракции, наша партия, которые предали своих коллег и перешли в их фракцию. Также участвовала европейская фракция. В прошлый раз, вы помните, мы призывали и Бориса Марковича, и Вадима Вакарчука. Они не приехали. Они сказали, Вадим Вакарчук сказал, надо уважать мое мнение, это он сказал Елене Грецко. Сегодня они голосовали все вместе, Александр Федорович голосовал с ними. Но, опять же, большинства не было. Это и затрудняло весь вопрос, почему они вернули Бориса обратно в заседание. Сергея была на... И когда вы видели в сюжете, что Александру Федоровичу не дали уйти, что сказать, если они воспользовались уже... Секретарь отказывается, зная, что это незаконно, выносить данные на повестку дня. Закон как гласит? Закон гласит, что председательщий может заменить, когда ей плохо. Она не может исполнять свои обязанности. Она нездорова, потеряла сознание, арестовала полиция. Тогда выбирается новый председательщий и ведется дальше заседание. Но сегодня Елена Грецко чувствовала себя нормальной. Задали ей вопрос. Она ответила, что я чувствую себя нормальной. По букве закона она сделала все правильно. Но их закон не интересует. Вы же понимаете, кого они представляют. Конечно, я далеко от той мысли, что их руководитель, господин Плохотнюк, про это знает, что происходит в Бельцах. Какие указания дает Маху, на что они идут. Они же с ним сегодня консультировались по этому вопросу. А он только по телефону. Это так, это не так. То, что сделали, Грецко отстранили незаконно. Поэтому секретарь Совета, я не уверен даже, что она подпишет эти решения. Потому что, если она подпишет эти решения, она будет отвечать вместе с ними. Они сегодня сделали переворот. Вот по поводу этой законности. Они также пригласили представителя госканцелярии, которая сказала о том, что те решения, которые выносились, когда они вышли из зала заседания, они незаконны. А также они могут переизбрать председателя. И сделала она небольшую заметку, что это не предусмотрено законом. Но в данной ситуации это можно. Как вы объясните? Вы видели, когда представитель госканцелярии, я не хочу говорить о ее профессиональных качествах. Потому что у нас есть судебное разбирательство, где госканцелярия обжаловала распоряжение примара Рината Усатова на значении меня как вице-примара и господина Шумульского как вице-примара. И юристы приехали в данное заседание. Там представляла госканцелярию этот юрист госканцелярии. Ну, там было очень много правовых ошибок, когда адвокаты начали беседу. Там сразу указали, нет приказа, нет еще чего-то. Но там очень много было ошибок с их стороны. Поэтому какая она компетентная, не хочу говорить. Она, скорее всего, подчиняется и делает все, что говорит господин Маху. Потому что, если вы видели, когда госпожа Гриско начала говорить, скажите, статья и буква закона, она показывала в описку, где было подчеркнуто маркером, но ссылаться на какой-то закон она не смогла. Но это будет, скорее всего, какое-то другое разбирательство, где сегодня есть реалии. И вы сегодня видели, что произошли эти реалии в Бельсах, что все подчинено данной партии, что им не писаны законы, уже не говоря о законах демократии. Им это чуждо. И вы сегодня убедились в том, что люди, управляющие городом до 2015 года, как они сегодня, рвутся к власти. Любыми методами. Любыми. И, к сожалению, Александр Федорович Усатый, или, к счастью, оказался в команде своих бывших друзей. Сегодня это нынешние его друзья и в их же фракции, что он проголосовал вместе с ними. Но вот по поводу этого представителя госпансилярии, когда ваша коллега Елена Грискоя тоже начала спрашивать ее по этим вопросам, она сказала, что я не знаю, мне нужно посоветоваться. И вот, исходя из всего этого, ей нужно посоветоваться. Представители фракции демократов, тоже им нужно было постоянно перерыв делать. Вкладывается впечатление, что при всех их уверенности, которые они показывают при людях, получается, что они даже не знают, что дальше делать и для чего они вообще это делают. Ну, для чего они это делают, им, скорее всего, известно, так же, как известно это нам. Это они делают для того, чтобы иметь контроль в муниципальном совете большинством голосом, затем, после выборов примара, назначить своих вице-примаров и дальше делать то же беззаконие, которое они делают. Сегодня же видите, как господин Иордан. Кстати, вы знаете, у меня господину Иордану, наверное, меньше всего вопросов, потому что он как был демократ, так и остался. Это остальные от коммунистов перешли к демократам, от фракции наша партия перешли к демократам. Знаете, сегодня наблюдая со стороны, они стесняются, там только господин Пассат и Елена Рыбак, они так в лица и руки, чтобы их видели, их сегодняшний господин Павловский, что зачет, зачет, мы вас видим. Остальные прятались как-то, ну аж стыдно смотреть на это. И это хорошо, что в зал не пришли просто горожане, если не был только один человек там, и то он там поздорил что-то с господином Черным. Но если придут горожане, что они будут говорить? Опять им мешают работать. Катя, вот вы не раз говорили о том, что то, что они срывали совет, это мешало проголосовать за важные вопросы. Катя, вы успели проголосовать за них? Те люди, которым нужна помощь, которым требовалась помощь, они ее получат? Да, конечно, мы проголосовали, извините, по привычке. Муниципальный совет проголосовал за ветеранов, это было в изменении бюджета, как бы они там сегодня не трактовали, там в соцсетях что-то они пишут, это все обман. И люди должны знать, что сегодня хоть у них, наверное, мозги встали на место, что ихняя европейская фракция и фракция за развитие Бельц проголосовали вместе с фракцией наша партия за наших ветеранов, но и другие вопросы. Следующую сессию, я думаю, будет еще более интересно. Они ее соберут, наверное, скорее всего, в ближайшее время после праздников, и уже будут высказываться по вопросу вице-примаров, потому что они сегодня этот вопрос отложили. Я хотела тоже об этом спросить, это их основной вопрос, который они подняли, и ради этого, мне кажется, что это все делалось. Почему они сегодня его, он не прошел этот вопрос? Ну, они его отложили большинством голосов для выяснения, потому что там есть бумага с инспекцией труда о том, что примар, находясь в командировке, он находится на рабочем месте. Представители госканцелярии в лице Маху трактуют это чуть иначе. Они говорят, что примар должен быть территориально в регионе, территориально, то есть он должен быть на территории Молдавии. Но много раз мы говорили, что у него командировки есть разные, и когда он в командировке, он на рабочем месте. Но они говорят это по-другому, что должны были вице-примареи назначать исполняющие обязанности на тот момент, это Лилия Николаевна Сава, она должна была по типу Кишинева. Но это незаконно, это неправильно. Есть закон, и там не отойдешь ни влево, ни вправо. Но то, что сегодня было, я уже сомневаюсь, как будет трактовать этот закон. Это заседание муниципального света, которое состоялось сегодня, оно закрыто или оно опять перенесено? Нет. Насколько мне известно, я покинул зал заседания, насколько мне известно, они его закрыли. Закрыли, вот, когда они сделали этот захват власти, они проголосовали за те вопросы, которые уже ранее были проголосованы. Вы помните, там, когда фракция нашей партии осталась большинством голосов на предыдущем заседании, присутствовало тогда зарегистрированных 27, а за проголосовало 14, большинством. Потому что они говорят, что они покинули. Но я не знаю, кто там покинул, кто не покинул. Вот тогда в зале было очень много людей, и я не отслеживал, сколько человек, куда ушло, или кто куда пошел, кто обедать, а кто покинул. Господин Черный точно тогда не был на территории Республики Молдова, поэтому он не голосовал. Но сегодня он взял, они его избрали своим большинством, без секретаря, без председателя. Он сел, вы видели, подошел, сел, ему было все равно, что творится. Дальше идемте. Беззаконие, небеззаконие, а дальше пускай в судах разбирается, кто прав, кто виноват. Знаете, для меня эта история, конечно, очень такая неприятная, но когда из бывшего руководителя жилищно-коммунальным хозяйством, господина Черного, звучат какие-то запросы в адрес ЖКХ и Татьяна Борисовна Пороскан, которая делает все для этого предприятия. Ну, когда дарились контейнера, тогда, наверное, никто не замечал. Сегодня на заседании совета также присутствовал господин Руснак, и они обсуждали вопрос по поводу полигона. Как они могут это обсуждать, когда, в принципе, там не было представителей примарии практически? Вы знаете, я не знаю, я не присутствовал уже, на то, что я наблюдал со стороны господина Руснакса с ними в приятельских отношениях, с тем же Александром Федоровичем Усатом беседовали, улыбаясь, с Черным Андреем Семеновичем тоже там беседовали, улыбались с другими советниками, которые до 2015 года, скорее всего, и подарили этот полигон этому коммерсанту, если его так можно назвать, коммерсант. В принципе, произошедшее сегодня, это можно называть прецедентом, то есть, когда мажоритарная фракция в итоге остается в меньшинстве. Недавно у вас в гостях был посол Германии, который говорит, что она следит и мониторит за ситуацией. Также ваша коллега Елена Грицко вместе с Еленом Кашу ездили в ПАСЭ, в Совет Европы, и тоже рассказывали про эту ситуацию. очень тяжело понять, как может большая фракция стать маленькой, и понятно, что здесь не обходится без какого-то рода шантажа или давления. Что вы дальше собираетесь делать, и стоит ли ожидать реакции от международных организаций? Ну, международные организации уже в курсе того, что произошло. Всех, кого вы назвали, все полностью проинформированы. В ближайшее время мои коллеги встретятся с данными организациями, посольствами, дипломатами лично. Об этом все будет доложено, есть тем более видеоматериал, который сегодня все отследил, и так же это все будет прокомментировано, что происходило. Насчет вопроса о большинстве советников в муниципальном совете от фракции нашей партии, обидно, конечно, говорить, но сегодня господин Иордан с издевкой говорит, ну, у вас тоже было когда-то большинство, теперь и нас большинство. Вот ему не стыдно, вот господин Иордан, господин Повонский, господин Бучацкий, скорее всего, хотя он говорит, что нет, господин Усатый Александр Федорович, они же знают, каким путем они заполучили этих советников. Антона Лесника, Дмитрия Пасата, Елену Рыбак, Владимира Кептинаря, Михаила Шварца, Сергея Балана, Юрия Кожихаря, каким способом они их заполучили. Люди, которые пришли и ушли достойно, сдавши мандат, который, вы знаете, и на Гулу было давление, и на Николая Корнеца было давление, на Светлану Кудряшову огромное давление, на Бориса Фрикалуцана огромное. Галина Чайковская Галина Чайковская вообще этот посад хоть бы подошел извинился перед ее мужем и детьми за то, что она сейчас находится в реанимации, что он ее шантажировал. Или, как сегодня звонила эта семейка Пасат и рыбак Балану Сергею. Быстрее вернись, быстрее вернись. Он оказывается у них сегодня секретарь в данной, как назвать это, я не хочу, как называется у них это, затягивание Бельс назад, наверное. Они же, смотрите, что творят, ну каким они способом, когда сегодня господин Бензарь говорит, что же вы делаете? Они же знают, каким способом они захватили сегодня этих советников, шантажом, подкупом, давлением на семью. Но все бельцы должны про это знать, и международные организации про это знают. Рано или поздно будет это знать весь мир. Но это неправильно. Где демократия? Они сидят и улыбаются, им все равно, господину Повонскому все равно. Он не боится, что с ним такое случится, я не знаю, через полгода, через год, когда его будут наклонять. Он же это проходил все. Все проходил, будучи в партии коммунистов, когда он был владельцем бортов вертолетных. Все проходил. Сегодня они улыбаются, но я не знаю, надеюсь, в народе поговорка смеется тот, кто смеется последний. А что мы будем делать? Вот мы будем работать. Как работали, мы будем работать. Другого мы делать не будем. Все во благо города. Это не первый раз, когда такой метод применяют. То есть, как минимум, это парламент, где из меньшинства демократов стало большинство. Это народное собрание Гагаузи. Но бельцы, которые всегда считались оппозиционным городом, и такое произошло, смотреть действительно страшно на это. Совершенно верно. Страшно. И самое неприятное это предательство. Уйди достойно, ты все уже, повлияли на тебя. Семья, вы там недавно показывали сюжет, Елена Рыбак много делала высказываний по этому поводу, как ее на ее шантажировали. Последний был шантаж, чтобы вы понимали, они на Елену Рыбак отчима, у него есть компаньон, который занимается покрытием в Приднестровье с шрифом, сотрудничает. Сказали, что закроют этот бизнес, они работать не будут. И Елена Рыбак отчим пришел, поставили ее перед выбором, она, извините, выбрала семью. Ну, как бы нельзя осуждать, но то, что она сегодня творит, то, что она сегодня созванивается своими бывшими коллегами, и на них уже она давит вместе со своим мужем Дмитрием Посад. Пускай гордится этим господин Павловский и Ордан, для них это методы привычные, но в Бельцах должны все знать, чем они занимаются. По-другому нельзя. Это чистое воровство, это чистый грабеж. Какая разница, что вы украли? Вы украли голоса людей. Эти люди, если бы сдали мандат и ушли, это другое дело, пускай заходят следующие по спискам. Ну, так, вы же бы туда пришли под именем нашей партии, под именем Рината Усатый. Как вы сегодня можете своим коллегам смотреть в глаза, поэтому их посадили все на задних скамеечках, чтобы они смотрели в спины, чтобы им в глаза не смотрели. Это сегодня у Владимира Каптинера там истерика была, что бедненького его там кто-то оскорблял или еще что-то делал. Его никто не оскорблял. Его оскорбляли тогда, когда люди пришли на совет и кричали ему предатель в лицо. Вот это было оскорбление. А сегодня он там какая-то истерика. У него сын растет, чтобы хоть сын этого не видел, эту передачу. А сегодня... то будет стыдно за папу, который делал ошибки в своей жизни. Сегодня в совете все поменялись местами, так все перепутались. Это почему? Потому что не хотели сидеть рядом со своими бывшими коллегами? Совершенно верно. Это что? Это непонятно? Естественно, это понятно. Неприятно, наверное, потому что коллеги смотрят. Если, говорю, у них шеи краснели. Не лица, а шеи краснели. Я сидел сзади и смотрел на них. А госпожа Рыбак делает вид, что ей все равно глаза закатывает. Вы сегодня уже говорили о том, что на следующее заседание совета они попытаются вновь инициировать вопрос о снятии с должности, о незаконности назначения вице-плимаров. Что может произойти в таком случае? Как дальше быть? Что дальше делать? Как с этим бороться? Ну, это только будет госканцелярия высказываться по этому вопросу. А следующее действие это суд. Но так как у нас идут суды, я не знаю, насколько это затянется. Хотя тот суд, который по распоряжению примара был, вы видели, он очень быстро состоялся. Подали, не помню, там 5, 7, 8 числа, а 15, 16 уже было рассмотрение. Это благо, что приехали юристы, которые действительно настоящие юристы. Они высказались и данное заседание перенесено на 24 мая. Скорее всего, будет заседание и по этому вопросу. Будут суды. Дальше что? Сейчас я ничего не могу высказаться. У нас есть судебная система, которая скажет свое слово. Я не могу трактовать закон, так это или нет. Тем более, я не юрист. А у нас, как сегодня я увидел, сколько юристов, столько мнений. По поводу социалиста Александра Усатова. Он сегодня присутствовал на всем заседании, и даже когда пытался уйти, ему не дали уйти, он просидел до конца. И вы говорили о том, что его голос оказался решающим, так как он дополнил вот это недостающее общество. 18, совершенно верно. Называйте цифру своими именами, так будем говорить. Его голос был решающий. Он все высказывал и кидал реплики в адрес председательща Елены Грицко с издевкой, показывая, что он великий у нас знаток юриспруденции. Ну, так, некрасиво он себя вел, что касательно, я уже там все говорю, не перегибайте, ну, что уже, ну, сильно начали перегибать. А то, что его голос, и сегодня он себя слил партии социалистов с партией демократов, сегодня это было явно. Вы все это наблюдали, все бельцы это видели, ну, и весь, наверное, интернет гудит. Ну, я думаю, что даже при большом желании как-то это по-другому трактовать не получится, потому что то, что произошло, то налицо. Я же говорю, что Александр Федорович Усатов вернулся к своей команде до того времени, как он руководил городом Бельцы в должности вице-примара. Сегодня все они налицо. Все люди те же самые. Никто не поменялся, только поменяли цвет партии. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам на передачу. Я желаю, чтобы вы продолжали бороться, и чтобы в итоге справедливость восторжествовала. И это была программа «Диалог». Я Дарья Слободчикова, и мой гость Николай Григоришин. Прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!